Ветеринарная лечебница на фортечной очередной мурзик, выгибая спину, готовится пройти очень важную для него процедуру. Уже через несколько мгновений ему сделают прививку от бешенства. На очереди местный любимец, бездомный пес, которому несмотря на отсутствие хозяина, также введут спасительную вакцину. Как и для его домашних собратьев, она будет бесплатной. Кстати, среди привитых были такие необычные животные, как шиншиллы и крысы. К сожалению, не каждый хозяин отличается сознательностью. Многие игнорируют предостережение ветеринаров и докторов. Как итог, больное животное и покусанные хозяева. Если не прививать животное от бешенства, да, многие говорят так, особенно бабушке, что у меня котик живет со мной, он на улицу не выходит. И тут такой случай. Котик поцарапал бабушку, бабушке спухла рука. Бабушка вызвала скорую, бабушке надо проводить курс иммунизации. Котик не привит. К счастью, вышеупомянутая инфекция была не бешенством. Однако, вполне могла ее казаться. По статистике, в половине случаев заболевшие тем или иным недугом животные не были вакцинированы. Впрочем, в последнее время ситуация налаживается. В прошлом году в городе было привито более 8 тысяч животных. Сегодня вакцинация уверенно набирает обороты. Как итог, в Бресте случай заболевания бешенством не регистрируется уже два года подряд. В то же время в области уровень смертельного заболевания несколько далек от нулевой отметки. За 8 месяцев этого года лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания бешенством среди животных. Среди людей бешенство не регистрировалось в этом году. Из этих 25 заболевших животных 76% дикие. Речь идет о инотовидных собаках и лисах, основных разносчиках смертельной болезни. Чтобы не допустить распространения гидрофобии среди диких животных, в лесополосе сотрудники ветеринарных служб раскидывают с воздуха приманки с вакциной. Результат налицо. Число зараженных обитателей леса становится меньше. Увы, не на 100%. В том году заходила лиса в детский садик, ее отловили, завезли на исследование, но она оказалась отрицательной. Как она зашла, это, конечно, нетипичное поведение животного. Хотелось бы обратить внимание, что неправильным и рискованным является поведение, когда люди, увидев на улице или в природе дикое или бездомное животное, спешат их погладить, взять на руки. Это является опасным, потому что животное больное при всей своей видимой миловидности и безопасности может оказаться агрессивным и покусать или поцарапать человека. Делать вакцину своему четвероногому другу или нет – дело хозяйское. Однако, если ваш Мухтар или Барсик, будучи непривитым, случайно покусает соседа, для которого делом принцип покажется рассказать об этой оказе в соответствующих органах, наказание вам не избежать. Причем размер штрафа составит две базовые величины. Мораль всей басни более чем прозрачна. Сделать прививку и тем самым обезопасить себя и своего любимца проще, чем потом пожинать плоды элементарной халатности.